Добрый вечер. Я искренне рад встрече с вами. Я на стезю в лоно труда писательского вышел по обстоятельствам совершенно противоестественным. Я много лет, десятилетия занимался крупным бизнесом. И если бы не серьезная авария, в которую я попал, после которой я длительное время, больше трех лет находился в больнице, перенес несколько десятков операций, попадал в клиническую смерть, и когда был окончательно выставлен диагноз врачей, однажды в огненном ночном мерцании вдруг проявились силуэты двух личностей в истории. Образ Петра I и второе – президент Соединенных Штатов Америки. Тот, во имя которой, для которого Америка единственный раз пошла на нарушение своего заповедального, молитвенного поклонения перед законом, и дала им возможность стать третий раз президентом Соединенных Штатов Америки. Я веду речь о Рузвельте. О человеке, который шести лет не мог двигаться, который всю жизнь свою проводил в коляске. И вот эти два образа, в конечном счете, они из-под воль дали ощущение того, что, может быть, рано, может быть, жизнь прищурилась и посмотрела на тебя искусство, ну что, сдался? А потом еще, знаете, вспомнил Суворова. И вот этот эпизод великого итальянского похода, ведь во многих церквях Швейцарии есть табличка «Здесь молился Суворов». Вы представьте себе, переход через горные перевалы, поднимаясь на высоту четырех километров, наши солдаты несли шинели, которые настолько превратились в ледяные гробы, их нельзя было даже снять. Ветер, дождь. Нужно было еще нести снаряды, нужно было толкать артиллерию. Костры не горели, все задувалось. И вместе с ними Суворов, 70-летний Суворов, идет первый. В такой же одежде, как солдаты. И вот этот переход, 18-дневный, он, конечно, произвел впечатление на тебя, 40-летнего человека, совсем уникальное воздействие. Оказывается, что в этой жизни, в становлении тебя как личности, иногда есть та минута, которая может преобразовать тебя. И ты вдруг сообразил, что за одно мгновение нельзя изменить жизнь, но можно изменить мысли, которые начнут менять твою жизнь. И ты говорил, не выйдет, не сдамся, если 70-летний полководец. Поэтому сама по себе история пестрит с порядками явлений, при которых ты начинаешь чувствовать, что ты часть бессмертия. Ты часть той жизни, которую однажды прожили и подарили тебе. И сказали, что не путайся под ногами, не мельтеши. Если ты хочешь проживать так, чтобы ты мог видеть в себе огонь желания, и чтобы этот огонь был вокруг тебя, и люди могли точно так же этому радоваться, значит, твоя сама по себе жизнь и тех, кому ты сегодня за кем отвечаешь, твоя дочь, твои дети, они будут благодарить и будут брать в тебя пример. Я когда-то работал следователем по особо важным делам. И расследовал, мальчишка, 26 лет, стал следователем по особо важным делам. Это феномен достаточно секунд. Причем я вышел из самой дальней деревушки. Так вот, мне пришлось сразу, когда я пришел на работу в управлении на Октябрьской, расследовать одно уголовное дело. Я расследовал больше года. И в этом уголовном деле оказалось, что я попал в западню. И после того, как все закончилось, благодаря одному человеку, одной личности, которая смогла, не генерал, знаете, не полковник, те открестились от меня сразу. Чтобы от меня быстренько избавиться, меня направили в Академию МВД Советского Союза. И учился, писал кандидатскую. И одновременно пришла пора, перестройки и ушел в бизнес. Я-то сам не понимал, в какие жернова мой молодой ум и честолюбие попадет. И, конечно, когда все это закончилось, вот сегодня, спустя, вдруг это светилось таким... Пепел класса застучал в сердце. И вдруг в коротком дыхании, буквально дней за 20, я взял и написал вот этот криминальный роман. Вначале назвал его варварой, придавая большую философскую аллегорию. А затем решил сделать более легким, более притягательно-эстетическим взгляд на жизнь. Потому что и зло, и добро, они живут в своем естественном состоянии. И одно, одна гармония, протекая, проистекая в другую, и некоторые наши недостатки, есть продолжение наших достоинств или наоборот. И вот я представил на суд читателей этот детектив. В этом детективе нет погони, в этом детективе нет пистолетов, в этом детективе нет засад. Есть работа следователя, работа ума. Откровенная, чистая, соответствующая русскому... Шалковитости русского языка, бархатистости соображений. Когда ты в основу все кладешь понятие добра, потому что закон это самая высшая форма добра. И отмечают читатели, что присутствие таких афористических в какой-то образной модификации суждения позволило им почувствовать роскошь русского языка, почувствовать семантику, звучащую элегантность, поскольку там используются и одновременно некие новеллы, и они писаны с такой удивительной точностью. Девушка, молодая, красивая девушка, на красивой машине нарушает правила движения, останавливает работники ДПС, назначает штраф, штраф можно выплатить только по решению суда. Девушку ведут в суд, она признает вину. Судья в итоге выносит решение, штраф 30 тысяч рублей, после принятого решения судья выходит из-за стола, снимает свой итог и платит за девушку эти 30 тысяч рублей. И сразу ты, как следователь, задаешь подозреваемый вопрос. Как вы думаете, почему он это сделал? Твое желание было вызвать подозреваемого на общение, понять, в его суждении присутствует ли какая-то мысль, или он действительно уже весь заледенел, он действительно уже вне жизни, и тебе поэтому приходится использовать другие способы. Одновременно некие психологические элементы, которые были использованы в расследовании уголовного дела, они были положены в основу этой книги. Так что я постарался вам высказать о себе. У меня есть ответственность перед маленькой моей дочерью, и вот она присутствует перед восьмилетней девочкой. И я, конечно, мечтаю о том, чтобы эти книги давали ей ощущение правды, исконности и чистоты. И сейчас я отвлеку вас на несколько минут, и моя дочь сыграет для вас, она второклассница в специализированном музыкальном колледже, сыграет для вас произведение, доченька, зовут её Ирина, произведение Баха. Спасибо. 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 И второе произведение, коротенькая Покофьева сказка. Спасибо. 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 Я прочитала вашу книгу «Варвары». Вы очень подробно сейчас её осветили. У меня один-единственный вопрос. Что вас вообще сподвигло писать? Ну вот живём же мы, живём. Но меня ничего не сподвигло никогда писать. А вот вас что-то было внутри не так. И какое-то желание появилось. Почему? И почему именно детективы? Есть очень расхожее выражение. Есть очень расхожее выражение. Если не можно заработать миллионы, начинай писать книги. Это присутствует такое бытийное лексическое словосочетание. Но для мудрого и для посвящённого ясно одно. Каждый труд – это искорка человеческого величия. Вы должны сделать два правила. Первое правило. Делайте то, что любите. Второе правило. Любите то, что делаете. И я просто в академии писал кандидатскую. И эта тема, видимо, сохранилась. Можно сказать, что я как бы невольно встал на эту стезю. И, конечно, это всё результат некого процесса. Это общение и в мире бизнеса. Чтобы ты не окаменел, тебе приходилось и что-то читать, и что-то записывать, и что-то рассуждать. И делать свои сообразительные записки. Поэтому, в конечном счёте, шаг за шагом, степ по степ, само по себе явление в виде того, чтобы, а, думать, б, создавать сюжет, в, превращать этот сюжет в реальность. И его величество слово, как самая могущественная форма преобразования человека. И как единственный способ самовыражения ценности твоей. И в этом слове сказать, что да, хребты ломали многие, на троны всходили все, на только отдельных называли великими. Возникает вопрос, в чём фундаментальность этого приложения, этого прилагательного, этого приложения великий. Да потому что они мысли сделали выше, чем корону. Они сумели оставить такие образцы суждений, образцы поступков. С точки зрения вечности, всё это пустяки, чем мы занимаемся. Но с точки зрения конечности тебя, как личности, которая хочет самого себя творить, и каким-то образом сказать, это я сделал. И я не похож. Соберите всех губернаторов России, они не сделают то, что делаешь ты. Или по-другому, по крайней мере, ты можешь создать собственный джамалунг. И стать светом. Да, простите, я постарался ответить на ваши вопросы. Можно ещё когда-нибудь вопрос? Давайте. А у вас все произведения являются интеллектуальными? Так, теперь да, я вас понял. Знаете что, есть попытка и стремление создать так называемую тему интеллектуального детектива. В интеллектуальном детективе, я ещё хочу это подчеркнуть, вот эта попытка положить начало, то есть ты всегда из категории неугодников, ты всегда из категории, кто чины берёт сабли, это выражение Суворова. И поэтому стремление воссоздать работу именно искреннюю, честную, работу идиллическую от того закона, той высшей формы нашего социального бытия, в котором каждый из нас рукоплещет всей этой чистоте и мощной гамме под названием. Каждому выдаётся по делам ему. Каждому выдаётся по заслугам его. И что важны не места, а важна независимость. И поступать в соответствие с совестью своей. Метафора очень проста. В этой жизни вас могут менять только два условия, два формуляра. Книги, которые вы читаете, и люди, с которыми вы встречаете. Всё. Вот эти два условия. И, конечно, третье. Ваш мужичок, чтобы он бился за вашу жизнь и жизнь ваших родных и близких. Если это всё есть, считайте, что вы боги, а ваша жизнь рай. Спасибо. Ладно, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...